привет всем ну что ж друзья пришло время прощаться прощаться со строительным сезоном 2019 как обычно пролетел он очень быстро много я сделал многое не сделал но тем не менее сегодня уже 27 ноября осталось пару теплых деньков поэтому по традиции сегодня завтра я навожу порядок на участке ну и все закрываем основной строительный сезон и тут же я думаю будем открывать зимний строительный сезон зимой в любом случае я планирую работать конечно все зависит от погоды но при любом удобном случае буду приезжать и что-то внутри обязательно делать поэт потому что дел очень много сидеть времени нет конечно интенсивность будет не такая как летом я буду все-таки стараться набраться сил отдохнуть но и в то же время чтобы здесь тоже как-то дела двигались вот ну что ж сегодня убираю на участке и сразу же перехожу подготовку дома к зимним работам как видите часть окон я уже пленкой закрыл немного осталось но пока только на один слой буду делать два слоя пленки как и вы мне в комментариях советовали ну и чтобы было потеплее вот ну а дальше что внутри тоже беспорядок все это дело закрываю навожу там порядок дальше будем разбирать опалубку под лестницу это будет в первую очередь потому что мне нужно будет после того как разберу опалубку сразу пленкой отечу второй этаж так как средства не подшиты второй этаж там пусть живет своей жизнью а первый этаж перекроем и буду я там обогревателем как-то зимой подтапливать ну вот как то так начнем в плане уборки после этого сезона но не особо скажем так вот перед домом ну небольшой раскордаж сейчас это все нужно будет растащить по своим местам здесь вот поддоны которыми я накрывал сейчас вот плиту разобрал сейчас ближайшие пару дней днем такой будет 0 плюс 1 а ночью тоже не особо мороз но от разобрал чтобы продувала подсушила все это дело ну и надо уже в общем вот это все в поддоны убрать на свое место вон там у меня пачка доски тоже на свое место тащить дробленка вот пока я заливал так вот скажем немножко растащил кучу потому как в дробленке вот вот видно много мусора это вот в нижней части он весь осыпался поэтому как бы ну я выбирал почище чтобы до заливать в бетону теперь надо вот доски уберу такую аккуратненькую кучу это все дело собрать песка практически не осталось совсем чуть-чуть покупал я камаз и вот все ушло на отмостку и плиту на террасу здесь вот куча земли она останется предназначена вот в это место по ходу дела я сюда перетаскивала грунт с той стороны а здесь вот к сайт кирпич и когда я в следующем сезоне уберу там останется впадина и вот этой кучей грунта там все засыплю здесь мешки из-под цемента все это дело тоже в костер но вот это мое кресло легендарная рыжий на нем спать любил ну наверное тоже вот она уже такое бородатая совсем стала наверное тоже в костер его убираю бетономешалку убираю бочку здесь вот куча дров это вот там вишни мои жасмин то что я бы корчевал вы мне в комментариях советовали не сжигать а порезать на дрова чтобы там потом шашлык и все такое да такие вот ну плодовые деревья хорошо идут в это дело но скажу я вам но скажу я вам добра у меня этого полно когда я освобождал площадку под дом тоже в выкорчевал много всяких разных деревьев плодовых я их нарезал и вон там они до сих пор в дровничке лежат поэтому это мне не нужно буду закидывать костер и вот эти вот пни и корни ну в общем так не особо растащить все по своим местам и в общем то будет здесь нормально единственное что вот как я говорил в прошлом видео в этом году весна была дождливая очень много травы вот куча ну и вообще вот видите заросли прям надо это конечно тоже подсобрать этот сушняк и сжечь его туйку рекомендовали накрыть за на зиму ну вот я это уже это сделал коршок поставил вот на деревянные бруски обмотал там какой-то теплой штукой каким-то ковром и ну и сверху пленкой ну посмотрим вообще конечно хвойные у меня вообще не хотят никак расти покупал я весной вот три туи смотрите ведь две засохли одна живая осталась кто саму начала смотрит я еще перед фундамент когда залил покупал и елочки маленькие и туйки покупал блин все это все равно засохла ну хвойные вообще никак не сказать что у меня там рука там какая-то тяжелая вот я сажал 1 2 3 4 5 деревьев посадил все прижились ну а вот хвойные но не хотят одна осталась посмотрим может она выживет береза в этом году нам хорошо подросла березка самая активная вот он этот равник осталось от него одно название в этом году пару раз была очень такая ветреная погода его тут немного размотала вот так вот теперь он выглядит тут вода уже свалил все обрезки но это вот с прошлого года тут часть крышу собирал и вот после отмостки террасы с крыльцом и вот видите то о чем он говорил в плане там пожаре шашлыка или что-то в этом роде дров у меня предостаточно так с этой стороны у нас тоже в общем то работы особой нету вот здесь я сейчас перетаскаю доски нам с лицевой стороны ну и вот тут соберу их в пачку хорошо и накрою все ну и тут трава 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 здесь травы вообще немерено смотрите вот этот склон как помните здесь была свалка был промежуток между двумя участками убрал я весь мусор но вот он постепенно дождь идет песок сползает и вот мусор постепенно вылазит все равно из-под земли там его еще я так понимаю мне надолго хватит собирать ну и травой все заросло тоже это дело надо будет сейчас под собрать сжечь так это у рыжего тут какая-то яма образовалась такое осыпалась или что еще в общем что-то непонятное или может быть это водой подмыло в общем когда мы с одеседями делили вот этот промежуток они планировали они у них выше участок планировали да вот подсыпать грунта и выровнять его я вот здесь как раз специально для этого дела оставлял расстояние до верха забора с расчетом что они подсыпят и как раз будет вровень ну вот прошло уже больше года они ничего не делают даже вот старый забор что еще не разобрали так сосед там не видно его ну вот так вот здесь трава трава заросли это орех один уже прошли это второй каштан дерево такой что очень очень медленно растет вот за сезон буквально вот настолько вырастает вот вот все за два сезона на полметра наверное вверх вырос в зиму образуются вот такие почки и вот они всю зиму в таком виде стоят весной набухают так здесь кто интересуется соседом точнее соседской стройкой соседом и никто ничего не интересовался ну в общем как-то он осенью шустро шустро работал видно было что он торопился старался успеть вроде как зиму поставить крышу но залил армопояс со шпильками видно и все дело у него остановилась какой-то день видел я вот он в это окно затаскивал доски вроде как уже готовился к сборке крыши но нет видимо или устал или муж там финансовые какие-то проблемы я так понимаю скорее всего до осталось до весны потому что ну как бы сейчас самая самая погода чтобы заниматься крыши не ждет же он когда будет конкретный минус и снег ну вот так вот вы говорите мой дом с лица похож на майдадыра но сосед тоже смайлик получился можно так сказать перекрытие в виде перекрытия у него пока балки будет деревянная ничего не делал ну вот так вот вот такая вот у него есть тут бутылочка поставил на время строительства собрал вагончик вот такой ну вот и все внутрь меня никто не приглашал наглить не буду вот так вот смотришь женский смайлик торчат вот эти вода от перемычек концы как будто ресницы и зубы то и зубы вот в это есть прикольно ну так ну а то в общем то в общем то вокруг в округе все также уныло кое-где есть там крыши проглядываю такие вроде недавно сделаны но в основном пока что все осталось прежде так ну так соседа тоже забор мощнейший собаки тут бегают и ко мне тоже но вот все в общем то этот смотрите это тоже там всю зиму всю весну галдел галдел там облицовка 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 ну и в итоге чё чё он сделал это что это непонятно что а чудак облепил окна чем-то что-то накидал как-то неровно че сделал зачем сделал непонятно ну вот и все с этой стороны делать ничего не нужно здесь все в порядке а ну единственное намета здесь песка на отмостку видите сколько это вот из этого места когда я здесь копал под отмостку накидал здесь кучу песка зря это сделал надо было тоже увезти теперь это все благополучно сползает но и также ветром вот это все наметает сюда сейчас прикачу телегу выгребу отсюда чтобы зимой это все в грязь не превращалась все в душ и воду слил уже давно пошел переодеваться световой день короткий очень надо работать и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Немного информации для вас. В этом году впервые проводится всероссийская премия «Лучший блогер 2019» соответственно. Многие из вас об этом уже знают, писали мне акцию, премию проводит магазин «Все инструменты» и еще там несколько партнеров. Вот на странице премии есть несколько номинаций. То есть эта премия разделена на несколько номинаций. В каждой номинации по 10 блогеров. И вот, смотрите, перечислено 10 блогеров. Первая номинация «Самоделки». И внизу можно выбрать одного вашего любимого блогера, если таковые есть. А в каждой номинации можно выбрать по одному блогеру. Вот, например, выбираю я здесь «Адвокат Егоров» и «Голосую». Ну и так далее. Есть несколько номинаций всяких разных. Ну и в том числе есть номинация «Строительство». Вот она. Также 10 блогеров. Ну тут, как говорится, все наши. Я думаю, вам все они хорошо известны. Ну и ваш покорный слуга в том числе. Проголосовать можно будет до 16 декабря 2019 года. Результаты будут объявлены 17 декабря 2019 года. Если вам это интересно, ссылку оставлю под видео. Ну и в комментариях тоже пристегну. Проходите, голосуйте. Субтитры сделал DimaTorzok. В комментариях довольно часто спрашиваете, каким я образом снимаю стройку сверху. Ну, так уж и быть, открою вам один свой киносекрет. Все довольно просто, друзья. Вот смотрите. Вот такая длинная рейка. К ней просто проволокой вязальной прикручен небольшой штатив для видеокамеры. Вот он. Соответственно, сюда я прикручиваю видеокамеру, настраиваю. И если это какой-нибудь столб электропередачи, я ставлю лестницу, поднимаюсь и просто эту палочку привязываю к столбу. Если это, допустим, забор где-то, вот в нижней части два самореза. Ставлю, прикручиваю и пожалуйста. Единственное неудобство это то, что, ну, чтобы сделать хороший ракурс, да, правильно, несколько раз приходится репетировать. То есть ты поставил камеру, поднял, опустил, чуть-чуть снял, посмотрел, да. Надо вправо, влево, вверх, вниз. Ну и так вот раза три туда-сюда настраиваешь, как бы нужную картинку себе ставишь и все, и попер работать. Вот, все довольно просто. Даже, я бы сказал, примитивно. Но работает. Арматура ГИБ тоже легендарный, с самой начальной стройки. Весь дом в плане арматуры сделано вот на этом товарище. Ну, много раз я о нем рассказывал, самодельный, все то, что нашлось на участке. Вот, пожалуйста, из этого металлоломом творили вот такую вот арматура ГИБ. Пока я его не трогаю, потому что он еще пригодится. Много раз приезжали сборщики металлолома, покушались каждый раз вот на него. Но я его отстаивал. Кстати, помните, здесь, когда я весной под террасу копал, да, ну, выкапывал плодородный слой, наткнулся на трубу водопроводную. Я ее сдал, 300 рублей заработал. Так что, как бы, очень даже все хорошо получилось. Продолжение следует... Друзья, кресло это я называю легендарным по той причине, что на протяжении кладки всего дома, а это два сезона, кладки первого этажа, второго, крышу пока собирал. По окончании рабочего дня я вот так вот спускался, садился в кресло и смотрел, ну, и наслаждался проделанной работой. Что-то, то есть, смотрел, что-то, может, по-другому нужно сделать. В общем, так вот планировал работу, думал, что я сделаю, сколько я сделаю в следующий раз. Вот. В общем, каждый вечер после работы, перед тем, как переодеваться, приходил, спускался, немного отдыхал, ну, и смотрел на результат своих трудов. Также, пока я наверху работал, рыжий любил здесь поспать, ну, и понаблюдать за моей работой тоже. Вот. Ну, как известно, все не вечно. Пришло время прощаться с креслом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Да, у меня еще одно такое же есть. Поэтому не жалко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова поэтому специально сейчас я жег только растительный мусор то есть там деревья доски бумага пластика полипропилена здесь вообще ничего нет привез я с собой картошечку сейчас я ее запеку как в старые добрые времена давно я этого не делал наверное с самого детства это точно но после армии точно ни разу картошку не жарил костре я бы конечно фольгу бы завернуть но фольги нет будем делать как раньше а ну что давайте посмотрим что тут у меня получилось и получилось ли вообще 100 лет и этого конечно не делал так у по 1 есть смотрите папа по-моему готова друзья где еще еще одна кажется получилось 3 4 горячо горячо сколько штук забраться учета не помню так ну я думаю любом случае 4 штуки не будет достаточно ну походу все короче нашел и 4 картошки мне кажется закидал штук 5 ну ладно она где-то затирался затерялся похода сейчас попробуем вот она нашел пятую картошку и слушайте но круто получилось в общем она зажарилась мягкая и шкурка не обуглилась я не знаю видно сейчас будет на камеру нет смотрите как шикарненько запах шикарный классный картошка настоящая там мои родители на даче вырастили натуральная пахнет детством друзья я летние каникулы проводил в деревне у бабушки вот прям сегодня я запахов нахватался костра вечера осеннего такой безветренной и печеная картошка это просто сказка сейчас еще вот так сделаем я тут спичный коробок солью вот так немного открываю папа есть больным это просто что-то жаль друзья не могу с вами поделиться даже запахом но поверьте это просто божественно 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 Круто, друзья. Я вчера посидел у костра. Просто было классно. В том плане еще, что вчера, скорее всего, был последний такой сухой, хороший, теплый ноябрьский вечер. Ночью уже пошел дождь. Причем он был ледяной. К обеду сейчас уже потаяло. Но целый день моросит. Ну, как видите, все. Пошла, испортилась погода, пошла сырость. Через несколько дней начнет подмораживать. В общем, сегодня я собрался с силами. И погода, конечно, отвратительная. Сгреб весь последний мусор на участке. Сейчас вот догорает костер. И все, сворачиваюсь. Я думаю, достаточно. Навел я порядок в рук дома. Выполнил, скажем так, долг отдал. Вот. Ну все, в следующий раз. Наверное, это будет послезавтра. Перебираюсь внутрь. Давайте быстренько пробежимся. Ну вот, перед домом вот такой вид. В общем, все разложил. Мусор сгреб. Здесь бетономешалка стояла. В общем, одни кучи остались цепучих. Земля. Костерчик догорает. Потом разгребу залу. Здесь у меня еще от обрешетки осталось несколько досок. Лежат накрытые кусок трубы. Остался от этого сезона метров пять, наверное. Здесь все тоже самое под греб. В этом месте собрал весь несгораемый мусор. Буду постепенно его вывозить. Ну вот так вот. Трава прям, блин, трава как кусты. Вот не трава, а кусты. Еле-еле я тут ее перелопатил. Ну, мелкую я уже не стал драть. Пусть она остается. Вот видите, даже еще зелень. Сегодня 29 ноября. Зелень еще. Ну, единственное место. Вот здесь я ничего не трогал. Здесь куча мусора. Опять же, вот этот вот хмель тут растет каждый год. Потому как весной буду закапывать трубу. И вот это все буду убирать. В общем, сейчас сэкономил время и не стал это трогать. С этой стороны здесь есть. Тут листу, траву все подгреб. Бетономешалка, бочка, ну, типа спрятал. Ну и в этом месте тоже были огромные заросли кустарника под названием трава. Ну, тоже все это дело перелопатил. В общем, все. На улице делать больше нечего. Сейчас я скручиваюсь. Еду домой, потому что погода, ну, просто сырость нереальная сегодня. По-быренькому я все доделал. Ну, и завтра схожу на работу. Послезавтра перебираемся внутрь. Все, друзья. В следующий раз будем работать внутри дома. Как и говорил, сначала порядок. Доделываю окна. Ну, а потом разберемся с лестницей. Ну, а на сегодня все. Обязательно скоро на стройке увидимся. Ну, а пока. Всем пока.